дорогие братья и сестры добрый вечер сегодня мы вместе с вами разберем священное писание очень приятно вместе с братьями и сестрами изучать читать слово божие принимать что-то для себя давайте вначале мы с вами вместе помолимся дорогой наш небесный отец мы приходим при твое лицо открываем наши сердца просим просим чтобы ты господь послал свой дух святой прикоснулся каждому из нас мы нуждаемся в тебе нуждаемся в твоей силе в твоем утешение в твоем помазание нуждаемся в твоих словах которые дают нам утешение ободрение исцеление которые направляют нас когда мы не знаем как нам поступать благослови и наполни да будет твоя слава господь среди нас собрание святых аминь аминь слава богу и вы знаете мне бы сегодня хотелось такое небольшое общение с вами на тему нашего общения с богом нашего пребывания в божьем присутствии в молитве вообще в общении с богом как с небесным отцом вы знаете читая священное писание читая библию мы с вами видим что когда обращаемся к молитве до к молитве это все-таки некое не религиозное событие до в нашей жизни никогда мы с вами приходим на и по заученной какой-то бумажке или написаны нами бумажки мы обращаемся к богу но когда мы с вами открываем наши сердца перед ним все-таки молитва это некий диалог некое общение с нашим небесным отцом с нашим родителям да он читая библию мы видим что все образы все примеры ну многие образы и примеры они показывают отношения семейные внутри семьи между детьми и родителями между супругами между женой и мужем и когда мы это видим нам это становится понятней и вообще мы видим больше сердце нашего господа который тоже не даром предстает в образе нашего небесного отца все-таки сердце отца это намного больше чем просто сердце кого-то недосягаемого для нас и когда мы читаем с вами священное писание читаем когда иисус он уже был на земле и ходил и он говорил о молитве много разных вещей евангелие от луки когда он говорил на горную проповедь то ученики слышав вот эти слова слова которые как-то по-иному показывали сердце нашего бога когда он говорил что блаженный нищий духом когда он говорил что когда мы входим в тайную комнату открываем наши сердца пред богом об этом он говорил о молитве и когда мы это делаем перед всеми то тогда ученики попросили чтобы иисус чтобы христос научил их молиться научи нас молиться они даже привели пример как ученики иоанна крестителя подошли к нему и попросили тоже научить их молиться и мы с вами тоже дамы мы хотим этого общения мы просим чтобы наш господь наш отец он научил нас молиться научил нас общению с ним давайте мы немножко сегодня порассуждаем на эту тему и вначале мне бы хотелось чтобы мы с вами прочитали из второго послания коринфянам из 3 главы с 12 по 15 стих имея такую надежду мы действуем с великим дерзновением они так как моисей который полагал покрывала на лицо свое чтобы сыны израилевы не взирали на конец приходящего но мы их ослеплены ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении ветхого завета потому что она снимается христом до ныне когда они читают моисея покрывала лежит на сердце их я думаю что многие из вас знает вы знаете про о чем речь про что говорится про покрывала моисея покрывала моисея это некая покрывала которая ограничивала божье присутствие в жизни израильтян если мы возьмем с вами храм возьмем с вами святой святых святилище то мы знаем что там тоже было такое покрывало было завеса которая отделяла святое святых и святилище потому что бог наш безграничный бог во славе он ограничивал свое присутствие в жизни людей был вынужден это делать для общения с ними и мы знаем что были созданы много много различных ритуалов когда люди могли приходить к общению с богом это было очень долго серьезно очень трудно многим приходилось проходить различные там жертвоприношения покаяние омовение для того чтобы получить слово от бога и вот такое покрывало было на моисея когда он общался с богом и приходил к людям и мы читая с вами видим здесь что эти ограничения которые сам бог предпринял он разрушил в один момент для нашего общения когда христос умер умер на голгостском кресте то это завеса она была разодрана прочитаю вам из евангелия от матфея 27 главы иисус же опять возопив громким голосом испустил дух и вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу вы знаете настолько желание божье было чтобы общаться с нами настолько он безграничный вынужден был сделать границы в начале вот представляете да безграничный всемогущий вездесущий но очень трудно представить до космос просто огромный космос он сотворил границы когда адам сьевы были в эдемском саду я думаю у них не было границ они находились там они присутствовали рядом с богом бог был с ними они имели возможность общаться но грех совершенный имени послушание то что произошло там снова были выстроены границы бог сказал что поставлю херувима да там стоял стражник то есть они были отделены они были изгнаны от присутствия божьего и был поставлен стражник на границе чтобы никто не мог туда больше прийти и вкусить уже от этих деревьев без бога но здесь благодаря смерти христа благодаря его искупительной жертве мы видим границы разрушается завеса раздирается покрывало снимается и уже господь наш наш небесный отец безграничный просто космос он разрушает эту границу которую он и сам выстроил общение с людьми что происходит происходит чудо и когда мы с вами приходим нашему богу на самом деле меняем свою жизнь меняем направление нашей жизни то мы входим в эту безграничность вот казалось бы да выстроены наши взаимоотношения с богом у нас нет никаких границ но вы знаете смотря на собственную жизнь наблюдая за жизнь у других читая священное писание я вижу что теперь совершенно другая ситуация складывается уже это покрывало которое было на моисея она лежит на нас с вами и это делаем мы мы сами одеваем на себя это покрывало теперь уже мы с вами выстраиваем границы в общении в наших отношениях с богом разные границы это границы могут быть временными да когда мы определяем с вами время когда мы общаемся с богом и сколько мы с ним общаемся это могут быть границы территориальные дам когда мы говорим выбираем место где мы можем общаться можем и здесь или в другом дома или где находимся на работе или еще где-то да мы уже сами определяем мы можем определять длительность наших взаимоотношений длительность того как мы приходим к нему для того чтобы вкусить от него чтобы наполниться от него теперь мы сами ограничиваем эти отношения теперь уже не бог бог он открыт для нас в любое время в любом месте на любые на любую длительность длительность длительные отношения с нами или короткие он всегда открыт для нас но мы с вами выстраиваем границы прочитаю из евреем послание евреям 12 глава 1 2 стих посему и мы имея вокруг себя такое облако свидетелей свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще взирая на начальника и совершителя веры иисуса хочу еще прочитать вам из современного перевода так как вокруг нас облако свидетелей отбросим то что мешает нам а также и грех который так легко пристает к нам и с терпением и упорством последуем предназначенным нам путем не отводите своего взор от иисуса того кто ведет нас за собой вере нашей и сам совершенен и здесь мы видим две вещи которые вот ну является преградой который мешает нам и здесь говорится о грехе современном до переводе мы читаем ну и не современном что есть нечто до запинающий нас грех я сегодня не хочу говорить на эту тему мы о нем хорошо знаем также знаем что если есть грех который в жизни наши мешает нашим взаимоотношениям с богом то мы имея искупительную жертву христа мы просто можем в своем сердце сокрушиться сказать слова прости меня изменить свою жизнь да и тогда наши взаимоотношения они будут восстановлены но здесь говорится еще об одной вещи вот например в таком передав в синодальном переводе как мы читаем то тут говорится о бремени в современном переводе говорится что есть то что нам мешает проходить идти на предназначенным для нас путем бремя то что нам мешает некая преграда да которая нам я не знаю там груз вообще бри слова бремя это старое русское слово она уже не употребление у нас никак его нет но если подумать да это просто ноша груз а еще говорят обременение да это когда мы с вами применен приняли на себя определенное время мы себя обременили то что такое обременение вы знаете обременение это некое действие да ну что-то берем для себя некое действие некой некий процесс некое событие на направленное на уменьшение свободы действия или на какое-то ограничение наших возможностей я сейчас поясню что о чем я говорю может быть непонятно вам это взять пример как ипотека да когда мы с вами берем недвижимость в ипотеку это как некий кредит под какие-то проценты и теперь мы уже себя ограничиваем если мы взяли этот кредит мы если мы взяли ипотеку то мы с вами благодаря этому событию которое произошло то мы себя ограничиваем уже в чем-то мы уже не так свободны наша свобода она уже пострадала мы уже возможно не можем поехать в отпуск до летом потому что мы платим кредит платим ипотеку либо же еще что-то куда-то мы не можем пойти то есть наши возможности и наши действия ограничены мы не свободны интересно что если взять к примеру двух людей тот человек который имеет некое бремя и тот который не имеет то по отношению тот человек который обременен он ограничен он уже более ограничен ну или вообще ограничен чем тот кто не несет на себя этого бремени тот свободе и мы с вами точно также мы для того чтобы иметь общение с богом у нас есть некие бремена есть то что мешает нашим взаимоотношениям и я не говорю о грехе сейчас я говорю о нашей жизни которая вот она бурлит кипит самого нашего рождения приведу такой интересный пример так как мне нравится смотреть наблюдать за детьми все что связано с детьми с их воспитанием я поэтому привожу такие примеры если мы возьмем рождение ребенка давайте подумаем рождается ребеночек он у нас рождается абсолютно голеньким правда моя младшая дочь когда вот она это слышит мы с ней разговариваем то силу своих возрастных каких-то особенностей восприятия жизни она сейчас очень на этом застряет свое внимание она говорит как это голеньким рождается прям прям голеньким голеньким да конечно несколько лет назад еще она даже об этом не думала и было все равно но сейчас для нее это достаточно шокирующая информация как голеньким и наше то что мы на себя до одежды одеваем это некая как бы защита некая преграда для чего-то да ну какие-то одеваемся потому что это наши моральные принципы мы не можем ходить раздетыми одеваемся например сейчас до зимой вот когда были морозы то мы вообще очень хорошо одевались очень много одежды чтобы защититься от холода но вы знаете также в течение нашей жизни мы с вами на себя можем одевать очень много много вещей как неких покрывал одевать для того чтобы мы это даже не замечаем по разным причинам одеваем но этим самым мы ограничиваем себя во взаимоотношениях с богом знаете такая даже загадка есть про капусту да много одежек и все без застежек я вот сейчас хочу одеть вот если я замерзла я или я иду на улицу когда минус 30 то я начинаю одеваться я одену одну кофточку вторую кофточку на себя вторая я могу одеть один шарфик вниз второй шарф я могу одеть наверх и вот вот с таким бременем да с таким ограничением в свободе своих действий я иду на работу или иду домой и вот мы с вами точно также иногда перед богом сейчас сниму мы также с вами перед богом вот мы живем и не замечаем как мы можем одеть на себя некую суету или мы что-то можем на себя одеть статусная пафосная да когда мы с вами занимаем должность какую-то на работе или мы одеваем на себя свои родительские обязанности когда у нас есть ответственность перед детьми и мы полностью занимаемся своими детьми мы нацелены на них или мы какие-то другие семейные обязательства берем заботы о родителях о мужа и это в этом ничего плохого нет но на самом деле вот в наших взаимоотношениях с богом это ставит некие ограничения когда живя своей жизнью мы забываем или мы не переводим свой взгляд на того кто совершитель нашей жизни и совершитель нашей веры знаете как бы такая ремарка когда вот ребеночек он родился то очень важно чтобы его голые тельцы там пальчики ног ладошки рук пальчики рук и вообще его вот кожа она встречалась с какими-то ощущениями то есть он должен осязать полностью своей кожей какие-то другие поверхности тепло мамы до кожу мамы какие-то я не знаю шероховатости одежду даже которую ему одевают на ножки на ручке это для него имеет большое значение когда детки рождаются недоношенными маленькими им очень важно вот в первое время для того чтобы они догнали свое развитие то тогда очень часто им одевают на руки на ноги вещи которые грубоватые ну например носочки там рукавички которые связаны из шерсти и добавленные вот я например тоже недавно вязала варежки для своего племянника и для меня важно было чтобы ему было мягко тепло в то же время чтобы ему не кололись они потому что он иначе не одел бы эти варежки и вы знаете я выбирала чтобы было ну состав такой шерсти что там 50 процентов шерсти натуральные например еще какой-то добавки махера или еще что-то чтобы ему было приятно так вот на таких деток одевают связанные стопроцентной шерсти для того чтобы все его рецепторы на ножках на ручках они они работали чтобы они взаимодействовали для того чтобы ребенок развивался и физически и не только физически и вы знаете я здесь провожу некую аналогию что для нас тоже с вами очень важно для нашего познания бога для наших взаимоотношений для того чтобы как мы смотрели на мир вокруг для того чтобы мы с вами имели покой нам тоже нужно как этому младенцу некая вот это вот оголенность перед богом и я думаю что знаю что бог очень ценит когда мы с вами такие открытые приходим к нему наших взаимоотношениях с ним вы все знаете песню мы поем песню поклонения прославления песню в которой такие слова ты ждешь когда я приду к тебе такой как я есть это такие глубокие слова потому что на самом деле богу не важно во что мы одеты сколько нам лет если мы обратимся в наших взаимоотношениях с нашими родителями или с нашими детьми к сожалению не у всех хорошие эти взаимоотношения но если мы себе представим то какой бы не был ребенок сколько ему не было бы лет кем бы он не был генералом или адъютантом разнорабочим или директором то когда этот ребенок независимости 30 40 или 50 лет он приходит к своим родителям то для родителей он такой же точно как и тогда-то много лет назад когда он родился совершенно без статусов без возраста да без положения также здесь для бога очень важно приведу пример про себя недавно вот как свидетельство недавно болела не знаю чем были была высокая температура и вы знаете такие были дни не 5 была температура 39 и было очень сложно вот в таком состоянии замечать да что происходит делать какие-то дела обычные которые делаю готовить проверять уроки ходить на работу служить то есть это было невозможно делать более того было ощущение того ну как бы ощущение себя что тебе плохо просто тебе плохо и ты не можешь не спать не есть ну ничего делать и вот в тот момент когда вот это вот все происходило моей жизни когда я лежала и молилась богу то я поняла что вот сейчас вот в такой ситуации я нахожусь вот как тот ребенок который только родился у меня не ну как бы нет этих забот ради которых я зачем а я дай какое-то положение то есть я вот она я какая есть сейчас то есть я уже не ну не не оделась до красиво да мы любим на себя красивую одежду одевать там качественную хорошую одежду мы на нее одеваем и мы себя представляем так как мы есть и мы вот эти отношения к себе и переносим на наше взаимоотношение с богом так вот когда я лежала и молилась тогда я была вот только что родившаяся говорила разные слова богу читала какие-то вслух наизусть места писаний спрашивала бога да спрашивала его ждала что он ответит мне и вы знаете это и было то это тот момент ты как будто оголенный перед богом ничего нет перед тобой и перед ним именно в такой ситуации когда ты ничего не можешь делать и тебе плохо и вы знаете это очень ценно для бога вот таких он и ждет встреч нам кажется это вот какая-то ситуация ну такая нехорошая для нас да она она лишает нас каких-то физических возможностей но вы знаете вот эти мы говорили с вами про бремена то что мешает общение с богом в тот момент они все исчезли не было ни одного покрывала был не было ни одной преграды передо мной бога и мы должны стремиться к этому мы думаю что не должно быть так что когда мы дали жим там болеем в болезни до взываем богу только в такие моменты для бога очень важно и он очень ценит когда мы приходим к нему оголенные открыты такие какие мы есть и еще хочется сказать об одной вещи которая очень сильно отвлекает нас мешает нашим взаимоотношениям с богом вы знаете так громко это будет звучать я сейчас скажу но вот как бы я для себя определила то покрывало которое вообще нам мешает быть с богом как вы думаете это что это сама жизнь как ни странно это звучит вся наша жизнь является преградой для нас для наших взаимоотношений с богом вот все что мы делаем все то к чему мы стремимся она все как бы нас отдаляет от него о чем я сейчас говорю вы знаете слышали такие фразы до движение это жизнь да и вообще если нам вспомнить вот разные там я не знаю физику химию да как бы сейчас я к этому сильно не возвращаюсь но настолько впечатлило меня когда мы смотрели на эти атомы до которые сейчас вообще ученые открыли вот эти все мельчайшие единицы до которые там составляют эти атомы то есть тогда мы даже об этом не знали но вот если вспомнить то это все настолько находится в таком движении вообще все что мы видим воздух земля мы с вами состоим до из клеток то это все находится в движении это все движется она вот так вот все 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 вокруг и внутри нас и снаружи и мы с вами тоже мы не ну как бы сказать не статичные существа мы не можем находиться в одном месте и что-то будет мы развиваемся и мы двигаемся то есть мы что-то должны делать я не говорю что движение это плохо нет движение она дает развитие она дает и жизнь это движение движение это жизнь но интересно то что если подумать для того чтобы нам к чему-то прийти до какой-то цели то нам нужно останавливаться прочитала такую цитату одного человека он написал так остановка эта часть пути по которому мы идем ну вот если подумать он ведь прав для того чтобы нам двигаться в каком-то направлении нам нужно останавливаться я вот например добираюсь до церкви на разных видах транспорта и для меня остановка это очень важно потому что если я не выйду еду допустим на троллейбусе потом на трамвае и мне нужно выйти на определенной остановке перейти на другую и дождаться нужного мне транспорта я должна остановиться если я не остановлюсь то я уеду совершенно в другом направлении не нужно мне также мы с вами мы вот в этом движении всей нашей жизни безграничном мы останавливаемся для того чтобы менять направление для того чтобы принимать божий покой для того чтобы принимать что-то от него да и вообще для общения с ним потому что мы созданы для этого для того чтобы общаться разговаривать и получать от него радость и покой как нам это делать давайте будем останавливаться знаете очень сложно конечно в нашем нашем расписании жизни да в этом покрывали в этом в этой преграде находить время но это нужно делать я говорю я понимаю чем я говорю потому что мой день например сегодня вот сегодня день и он у меня начинается не утром когда я встаю не в шесть утра а начинается еще вчера потому что вчера я готовлю что-то на сегодняшний день из из продуктов я готовлю одежду да для ребенка для тренировок себе что-то готовлю я мы молимся вместе благословляем этот день который начнется еще только завтра то есть расписание настолько серьезно и утром многих наверное так что одна минута как бы вот упущенная и и очень сложно нагнать даже ну как бы уже тебе может быть и 30 минут не хватит нагнать упущенную одну минуту в твоем расписании то есть идет все четко вплоть до секунды когда встать когда одеться когда выйти из дома когда идет транспорт то есть все почитано и в этом в этом течение жизни мы останавливаемся я думаю не зря бог он да такую заповедь чтить день субботний он прекрасно понимал про вот это движение про это расписание право изменения развития и благодаря вот этой мудрости мудрой заповеди мы с вами останавливаемся у нас есть с вами субботний день когда мы посвящаем его господу когда мы убираем все свои бремена все наши заботы всю нашу суету мы снимаем себя и мы ищем его лица кроме субботнего дня мы можем делать субботние часы правда своей жизни субботние минуты когда мы чувствуем что вот этот ритм вот это хаотичное движение снаружи внутри она переполняет нас мы можем остановиться успокоиться в укромном тайном месте мы можем остановиться помолчать побыть с ним пять минут десять минут как как мы имеем возможность в тот момент но это очень важно для него и это очень важно для каждого из нас иногда очень трудно вот снять себя эти бремена знаете меня последнее время очень коснулась одной из мест она очень известное место писания и я очень часто его упоминаю но очень мне нравится это как вот ключи как формула которая дает мне возможность останавливаться и общаться с ним прочитаю евангелие от матфея одиннадцатая глава с 28 по 30 стих придите ко мне все труждающиеся обремененные и я успокою вас возьмите иго моё на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим ибо иго моё благо и бремя моё легко хочу еще прочитать в современном переводе придите ко мне все вы усталые и здесь мы снова видим про бремя и про иго вы знаете тут просто простая формула которую нам предлагает сам иисус он сам предложил нам поменяться он говорит что да вы на себя очень много бремен возложили тяжелая ноша которая усталость приносит является какой-то преградой может для покоя для свободы в духе святом и он говорит давайте поменяемся в этих в этих стихах давайте вы возьмете моё бремя и станете под моё иго под моё ирмо что такое иго или ирмо да это хомут хомут для лошади там или для какой-то еще кто является тяговой силой животное обычно так еще говорили когда ну берут под гнёт да вы знаете там иго татаро-монгольской монгольской или еще как-то или брали когда рабов их брали в иго и вот здесь господь предлагает нам чтобы мы стали его рабами он говорит пойдите вот вы сейчас рабы тех бремен тех обстоятельств той суеты в которой вы находитесь а я вам предлагаю что вы оставили но вы стали под меня да под моё покровительство под моё иго и тогда когда мы встаем под его ирмо под его иго тогда наши тяжкие бремена он забирает у нас это происходит каким-то чудесным образом его божественный покой он проникает наше сердце и тогда наши тяжкие бремена они как чуде в каком-то они так раз как и мыльный пузырь они разлетаются ну конечно мы берем его бремя на себя но здесь господь говорит что то бремя то ирмо которое я возлагаю на вас она не тяжкая она легкая и она добрая то бремя которое говорит о том что его значит его бремя а его бремя им это именно общение с ним это именно те остановки которые мы в своей жизни производим это и есть бремя его когда мы с вами читаем священное писание останавливаемся общаемся с ним готовы ли мы поменяться с ним готовы можем ли мы один раз на всю жизнь поменяться с ним не можем мы можем это делать каждый день в те времена когда нам тяжко и трудно мы меняемся с ним но не забывать об этом что мы имеем такую чудесную возможность мне еще хочется вернуться мы с вами прочитали самом начале 2 коринфянам но мы не дочитали эти стихи прочитаю еще раз 2 коринфянам 3 глава но уже прочитаю здесь 15 стиха до ныне когда они читают моисея покрывало лежит на сердце их но когда обращаются к господу тогда это покрывало снимается господь есть дух а где дух господин там свобода мы же все открытым лицом как в зеркале взирая на славу господню преображаемся в тот же образ от славы в славу как от господня духа когда мы обращаемся господу то это покрывало снимается и когда мы приходим к нему взирая лицом к лицу такие какие мы есть тогда мы преображаемся в образ христов тогда мы имеем общение да и изменяемся развиваемся с вами давайте всегда будем помнить об этом не забывать и самые вот в такие минуты мы будем обращаться к этому давайте сейчас вместе помолимся дорогой небесный отец мы благодарим тебя за то любовь которой ты любишь нас мы благодарим тебя дорогой небесный отец за слово божье за твое решение снять это покрывало разрушить эту завесу общение твое общение с нами приходя к тебе мы уже не имеем этих границ и мы хотим чтобы в нашем сердце также не было никаких границ для тебя чтобы мы старались по всей возможности безгранично доверять себе обращаться к тебе находить время для того чтобы быть рядом с тобой просто молча слушать твой голос молча принимать то что ты приготовил для каждого из нас возможно мы находимся каких-то различных нуждах и обстоятельствах лишаемся свободы и покоя но мы знаем что ты наш покой твое бремя твое игое оно легко для нас и мы готовы меняться с тобой принимать господь твое бремя отдавая тебе наши нужды наши обстоятельства и находиться в покое и в радости благодаря тебя во всем мы сейчас молимся друг за друга и молимся за тех кто особенно нуждается в этом возможно после болезни или возможно в каких-то сейчас находятся трудных ситуациях обстоятельства семейных или не знаю еще в других но молимся за наших братьев и сестер молимся за наши семьи благослови и наполни дорогой небесный отец своим покоем своим миром своей любовью ты возрождаешь радость ты даешь свой покой ты источник нашего благословения благодарим и прославляем тебя наш небесный отец ибо ты достоин славы и хвалы спасибо тебе за твое слово и милость давайте поблагодарим нашего господа и сейчас я хочу сказать вам большое спасибо за ваши открытые сердца за то что дом божий здесь он поддерживается он развивается он меняется благодарить за ваши щедрые сердца которые открыты и благословляют нас финансами спасибо вам большое мы знаем многих вас знаем за вас за ваше открытое сердце какие вы благотворители и как вы нас благословляете спасибо большое и если вы сейчас хотели бы благословить и пожертвовать вы можете посмотреть ролик о пожертвовании дорогие друзья мы благодарны каждому кто поддерживает нас финансово если вы недавно присоединились к нашему служению то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами которые вы видите на экране вы можете перейти на наш сайт new life в раздел поддержать нас также при помощи qr-кода в этом же разделе в сервисе сбербанк онлайн в разделе услуг набрать церковь новая жизнь города екатеринбурга ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви остались вопросы мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02 когда вы жертвуете вы участвуете в деле распространения евангелия а